Меня зовут Анна Тажеева, я основатель общероссийского общественного движения по борам стоп. По омской ситуации у нас произошло следующее. Ко мне подарок 750 рублей. Ну нету их у нас. Я на сегодня работаю, я не могу это оплачивать. А те, кто оплатил, я не могу. Кто не может оплачивать, выбирайте документы, идите в другое учебное заведение, где платить не надо. Что за бред? Это бюджетная образовательная учебная. Дело в том, что у нас в городе этой специальности нигде нет. Только лицензию имеет наш колледж. Ну и я как бы окей, хорошо, поздравляю. Но, собственно, почему я не могу взять и получить книгу, которую... Потому что она стоит денег, а ее надо купить на что-то. А давайте посмотрим наш договор. Почему она должна платить, чтобы вы пользовались книгами, которые... Она не должна платить. Да. Которые она оплатила. Ну, смотрите, хорошо. Так как вы бюджетное образовательное учреждение, вы должны обеспечить нас какими-то книгами. Мы вам ничего не должны. Почему? Почему? Покажите мне договор, где это прописано. У нас прописано это не в договоре. Где? Не в договоре. У вас в голове? Это написано у нас. В голове. Или где? В уставе колледжа. Ну, вот покажите мне тогда устав колледжа. Сейчас. Да, сейчас. Разбежалась и показывала. Ну, в чем проблема? В чем проблема? В том, что не хотите учиться. Забирайте документы. Мы пришли в библиотеку за книжками. А вам их не дадут. Значит, вы нам не хотите давать образование. Да. Я лично вам не хочу давать. Тогда почему вы вставили нам палки в колеса прямо сейчас, когда мы еще не сказали, будем мы платить или нет? Вам палки никто не вставлял. Я вчера с вами хорошо поговорила, объяснила все, рассказала. Что никто с вас, девочки, никто с вас не будет теребить, требовать, что вот вы не выложь сейчас. Ну, вот нет у нее сегодня денег на завтра. Ну, хорошо, но мы же вам не говорили еще слов таких, что мы не будем платить. Ну, мне Наталья Алексеевна сказала. Ну, там же написано четким языком, что это добровольное пожертвование. Я не хочу добровольно пожертвовать. Ну, и пожалуйста, не жертвуй. Ну, вот, дайте мне, пожалуйста, книги. Да я вам книги, да? Почему? Не жертвуй, не плати. Вот я и говорю. Потому что они стоят денег. Ко мне лично обратилась студентка колледжа имени Зуйковой и сообщила о том, что у них идут большие поборы. То есть конкретно требуют по 750 рублей в месяц каждого студента, чтобы они оплачивали книги, учебники и так далее. То есть в год это получается порядка 7,5 тысяч. По нашим подсчетам это неучтенные деньги, которые исчисляются в миллионах. Причем, что конкретно с этой студенткой? То есть после того, как она обратилась, мы, естественно, пишем заявление в надзорные ведомства, обращаемся в прокуратуру, в Рособорнадзор и Министерство образования Омской области. После этого, конечно, ее стали травить. То есть она фактически осталась одна. То есть никто перед ней не извинил. Данная ситуация произошла 4 февраля 2021 года. К нас со студентов требовали добровольные ежемесячные пожертвования в размере 750 рублей. Требовала их Ковалева Галина. За неуплату этих пожертвований нам не хотели выдавать книги. Также нас призывали забрать документы с колледжа и идти в другое учебное учреждение, где платить не нужно. Более того, Ковалева Галина лично мне угрожала отчислением. Данная ситуация с поборами в этом колледже продолжается уже как минимум 12 лет, если судить по комментариям в соцсетях. После данного инцидента Ковалева Галина ушла на больничный. И в свою очередь директор колледжа имени Зуйковой обвинила меня в том, что довела человека я. С данным высказыванием я с директором категорически не согласна. Скажем, должностных лиц обязательно должны проводиться проверки и привлекать их как минимум к уголовной ответственности. Это шантаж и вымогательство по статьям, как максимум. Это выговор с белым билетом, чтобы просто в дальнейшем этот человек нигде не мог устроиться за свои махинации. Ну, это все незаконно. Продолжение следует...